Матвей, победа, эмоции? Что думаешь об игре? По игре, как мне показалось, достаточно уверенная, спокойная победа. Наверное, самая уверенная победа в этом сезоне с нашей стороны. Потому что, по факту, у соперников практически не было шансов. В первом тайме два удара. Один Салтыков бил дальний, промазал. И Гара бил ближний с другого угла. И во втором тайме, в принципе, моментов не было, не считая гола. Но даже этот гол, наверное, он больше такой случайный. Череда, там, рикошетов, не знаю, там, все близко, коротко. И я бы списал этот гол на случайность. И поэтому считаю, что создали больше моментов, чем соперник. Намного могли больше забивать. И, как по мне, уверенная победа, повторюсь. Скажи, пожалуйста, а вчерашняя победа с НИТой как-то придавала особый настрой вашим на игру против крыльев? Или, в принципе, вы вообще не смотрели? Ну, естественно, мы были в курсе. Практически все, я думаю. Все равно следим, как играют соперники. Все равно уже начинаем заглядывать в таблицу. Но для нас не имеет никакого значения, как играют другие команды, если мы выигрываем. У нас до сих пор есть преимущества. Мы все еще на первом месте. И поэтому нужно просто выходить и выигрывать каждую игру. Если это будем делать, можно не смотреть таблицу. Мы 100% будем первыми. Слушай, ну чувствуешь, что они давят в спину, дышат спину? Или нет такого шея в команде? Может быть, лично? Я думаю, что нет. Все понимают, что следующий матч будет основополагающий, решающий. И от него многое зависит, как потом смотреть будем на таблицу. Но у нас все те же задачи. Мы выходим, выигрываем, выходим выигрывать каждый матч. Набирать очки максимально, сколько это возможно. Слушай, вот ты говоришь про матч. Многие говорят, что у тебя будет матч года. Ты согласен с этим? Матч сезона, то есть такой главный апогей. С Зенитом? Да, вот следующий. Многие болельщики, эксперты вообще читают. Ты что думаешь, матч года? Следующий матч, матч года? Да. Так уж полсезона впереди. Я бы назвал это, возможно, матчем полусезона. Наверное. Потому что все равно весь экшен складывается во второй части сезона. Потому что посмотрим, как выйдут команды из отпуска. Какие будут усиления, какие замены в командах. Возможно, смена тренеров и все остальное. Поэтому ничего нельзя предполагать. Я думаю, что матчи сезона ближе к концу сезона. Когда каждая очка на счету. И я думаю, что тогда именно и можно называть эти матчи такими решающими. Но сейчас я не думаю. Сейчас просто будет известен вектор дальнейшей развития первой тройки. Смотри, буквально по сборной быстро. Сборная Куба. Что знаешь об этой сборной? Такая экзотика, да, скорее всего? Ничего не знаю. Ну что, ты вспомнил пароль? Мужики, да вы чего? Я просто откладывал, чтоб на любимый клуб поставить. Да будьте вы людьми. Говорят, прогревание от провала в памяти помогает. Не понял. Вас что теперь двое? Да. Я просто иногда себя удваиваю. Чего? Это как вообще? А мы в Винлайн теперь все удваиваем. Просто регистрируйся на Винлайн. Вноси депозиты, мы тут же удвоим его. То есть Винлайн удвоит все, что у меня в сейфе? А сколько у тебя там? Ну, тысяч семь-восемь. Не меньше. Слушайте, а у вас нет какого-то напильника или... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА